Тучи сгущаются, все становится черной. Машинка! Выходишь, сидят они чай пьют. Начинаем наш третий степ. Это будет вынос мозга. Не, это не для съемки. Можно сейчас встать, побыстрее начать зарабатывать, по полторы тысячи за стрижку за 20 минут, и будет много людей. Вопрос только, что будет с тобой через 10 лет? Работать хочу, денег не надо. У меня, получается, жизнь поставила как-то в такие четкие рамки. Наверное, это классно то, что я сегодня могу говорить, то, что я вам рассказываю, это моя жизнь. Я точно так же начинал, когда ты по полтора часа. И клиенты сидели, ждали, и понятно, что кто-то доволен, кто-то недоволен, но, а как еще? Ты достигаешь результата, постепенно ускоряешься. Полномерное замещение. Вот, допустим, семенная зона, персонализация и верх, вот они формируют основную форму. Постепенно не уберешь. Ты либо это будешь сразу полностью применять и сокращать, либо ты так и останешься вот этим. Ну, пока. Ты вот сейчас когда сказал про 90%, мне сразу хотелось тебя перебить и сказать, а где эти 10 стрибутся? И пусть эти стрибутся 10 у тебя. Как тебе сказать? Есть быстрый путь, легкий, который даст тебе быстро зарабатывать. А есть более сложный путь, долгий, но который даст тебе возможность больше зарабатывать, потому что качественно ты будешь работать. Тут уже кто-то, что выбирает. Можно сейчас встать, начать зарабатывать по полторы тысячи за стрижку за 20 минут. Ну, тогда нахрена вообще учиться. И будут люди, будет много людей. Вопрос только, что будет с тобой через 10 лет. Первое место в этой работе у нас взяла Лейла. Вот так вот она выглядит. Спереду, с переди, сбоку и сзади. Сейчас мы посмотрим и разберем. Так, 80 баллов. Второе место 67 баллов. Карина. Для тебя видишь, как все равно. Третье место 61 баллов. То есть чуть-чуть здесь укупило получается. Аня. Скажу, да. Еще с реформы-то есть? Нет, она просто думала, что она первая там снахола. А-а-а. Странно, что-то какого хрена на третье. Я первую вообще хотел. Ну, странно вообще. Так, четвертое место 60 баллов. Один балл вступило Рупият. Вот этот проборчик, конечно, вот этот вот. Ну, вот этот, да. Укладка какая-то, что-то откачала. Смущает меня как-то. Она так постарательно отслушивала, щеточкой накручивала, его вот так причесала. Как я думаю, что тут ты делаешь? Но, вот на четвертое место наделала. Наделала. И получается, пятое место, 48 баллов Арслан. Ну, я не хочу сказать, за река неплохо смотрится. Да, и хорошо. Да? Вот если мы сейчас будем смотреть, да, вот плей его чуть-чуть не доработало. Вот смотрите, смотрим его в зеркало. Ну, как бы понятно, мы сейчас к мелочам, да? Поворачиваем. Вроде плоскость все хорошо с этой стороны, сочетается с той. А вот эта к вам не пошла. То есть, если сзади прям вот так вот смотреть, она как будто бы здесь плоскость лучше, как будто бы здесь ты застригла. но вот эта вот тема, вот прям вот, вот эту, может быть, шлипадут была. Дайте тоже. И тебе ничего не стоило ее. Вот у Рупия, сейчас, получается, поменять ее сложно. То есть, вот эту нужно сильно прям вот убрать, там и поменять ее. Провели работу над ошибками. Кому-то что-то понятно, кому-то, наверное, не очень. Сейчас будем стричь стрижку площадка. Но эта площадка не совсем наша классическая. То есть, мы на ней будем изучать и новое построение текстуры. И самое главное, кто-то задастся вопросом, когда будут смотреть дальше, как мы это будем делать. Подождите, Хэнкрафт, это же ручная работа и академическая стрижка. Они взяли машинки в руки и начали над расческой стричь. Наша задача заставить все-таки левую руку работать, именно расческу, двигаться по посту структуры, так как она должна. Режущий инструмент у нас меняется. Он работает уже быстро. Если они, работая на этих работах, только ножницами думали о ножницах, и расческе как бы оставалось в тени, было время подумать, какой-то косяк исправить, то машинкой подумать уже не получится. Взяли расческу и пошли. Поэтому задача сейчас прочувствовать наш инструмент расческу, то, как она должна работать по посту структуре. все ножницы, ножницы, дайте ножницы в руки, ну и машинку, ножницы, хочу ножницы. А я говорю, нет, работай машинкой. Будете стричь только машинкой. Это как страшный сон. Тучи сгущаются, все становится черным. Машинка! Пшшшш, прядь! Конечно, по плану должно было быть целый мешок. Ребята говорят, еще не вечер, уже ночь просто. Но все равно, если сравнить со степами, то на степе мы простригаем, наверное, всего вот так. Чуть-чуть не хватает, в общем. Она чуть-чуть совсем не достригла. Буквально вот чуть-чуть не достригла она. Вот когда дострижет целый мешок, тогда что-то в ручках появится. У меня хотя бы лучше научились в стричь. А он лучше. Такой бумаги, не знаю, стрижет. Как же, как же. Не, это не для съемки. Наверняка вы видели, когда, прежде чем посадить что-либо, выкапывают канавки, сеют туда зернышки, и что-то происходит. Вот у нас ребята сейчас занимаются этим. Они пропалывают канавки, делают вот эти вот луночки. Завтра оставим их на ночь здесь, и завтра, может быть, что-то с ним произойдет. Что-то вырастет. Может, что-то вырастет. Волосы вырастут. И вырастут. Кто-то Антон хочет себе, что так сделали, а он надеется, что волосы вырастут. У нас манекен претерпел уже просто кучу издевательств и прикорневая филировка, и всякое-всякое-всякое. Не знаю, насколько сейчас там видно. То есть задача сейчас у ребят именно создать вот эту внутреннюю стрижку, оставить вот эту текстуру, сохранить форму условно площадки, форму квадрата. Площадка, конечно, здесь сложно назвать, но форма квадратная. И вот задача сделать что-то подобное. Когда я подхожу с камерой, сразу останавливайтесь, просто показывайте ее и трясите, чтобы ребята не видели, как вы это делаете. Вот так? Оп-оп-оп-оп, да, вот так вот. Только руками. Только, да, работаем только руками. Я говорю, всех стрижу. Мужчин, женщин, кошек, собак. Сейчас вот женщина кончится, болванка кошки будет здесь. Потом собаки. Потом хомячка. Сейчас у нас будет экзамен по последней работе второго степа. И сразу после него мы начинаем наш третий степ. Это будет вынос мозга. Причем не для них, а для меня, походу. А для них уже он вынесен давно. Субтитры сделал DimaTorzok. Семейный секрет, семейный тендер. В общем, мы решили со своим ребенком, со старшим сыном пересмотреть свои приоритеты насчет будущего образования и поступления в высшие учебные заведения. Ребенок решил стать парикмахером. Целый месяц он занимается со мной, вернее, сидит рядом, смотрит, как трудится ребятам, потому что ему лень ходить на море, ему интересно проводить время в нашей академии. И за этот месяц он очень многое посмотрел, многому удивился. Юрий, есть чему удивлять, я думаю, еще две недели впереди Даня будет удивлен. И он сказал, мама, я хочу быть парикмахером, не пойду поступать в военную академию, буду парикмахером. Ну, учиться осталось Данику два года, лет ему уже 15. Да, приехал мой супруг со вторым ребенком, с малышом, и попросил меня подстричь. Уже очень сильно это отросло после последней парикмахерской. Повторила на мужа технологический процесс в субботу, выходной день отработала. В общем, я расслабилась, посадила мужа, вспомнила поэтапно, пошагово весь технологический процесс. Отработала одну височную плоскость, краевую, все вылезала, отшлифовала, пошла на второй висок, отработала там, убедилась, что работа моя закончена. Пошла в затылочную плоскость. Короче, мужчина стал мужчина, да? И, в общем, весь технологический процесс, все, что можно было вытянуть в квадрат, вытянула, все, что можно было отшлифовать, отшлифовала. Муж остался доволен и сказал, первый раз в жизни, сколько он стригся, там, я не знаю, с 15 лет и до 46. Наконец-то его волосы идеально лежат, не пушатся после машинки, обычно это происходит, после каждой парикмахерской, ну и, как я думаю, стрела. Работа ножницами сделала свое дело. Положила их, пригладила в том направлении, в котором они должны лежать, у мужчины в дорогой стрижке. Народная жюри, в общем, первое место, 93 балла. Карина Вербицкая. 93 балла. Сейчас кого снимает, ее или? Я вас всех троих снимаю. Вот такая вот, она. Второе место, 79 баллов. Понял? Нифига. Я перепутал. Да, я по второму месту и цифру 2 ищу. А на самом деле цифра 8. Да. Это Рупиняр. Браво. Дальше получается третье место. Да. Давай, Иван. Четвертое. Отарья, свадьбы. Поклонитесь, пожалуйста. Молодец. Ошибка вышла. Может, ошибочка какая-то, да? Да, я сбраговала сразу. еще одно место арслан сейчас мы их поставим я сделаю пару взмахов по башке ножницами и отлетит от этой башки ненужное но на самом деле сделать хорошо только я всегда хочу еще лучше у этот болезнь совершенства с вот такими аллопециями видимо ребята настолько сильно оценивали форму что для тех вот это не является предметом чистая случайность будем считать что клиент работа над ошибками третий степ его можно отнести к креативным приметы считают что креатив это типа классная штука которая очень легко делать потому что она асимметричная вся отранная ванной собственно хотя и самая охранительная хрень что может придумать настоящий качественный креатив могут делать только те мастера которые как это владеет техниками которые понимают всю эту форму что-то пройдет просто начинаю отделение в том же классической схеме просто когда я выстригаю прядь я понимаю что у меня будет на той или иной секции и я просто ее либо не трогаю либо оттягиваю туда куда нужно вы одержите как правило работает больше передняя часть либо скрашивать и либо окантовку делать у нас третий степ стрижка бритвой сейчас получается мы полностью всю стрижку стрижем бритвы и что получится у нас вы посмотрите чуть позже очень активная текстура достаточно я бы сказал креативная стрижка но работаем тоже в определенной геометрии и со смыслом самая практичный вариант скажи да молодец знаешь почему я без переписи без переписи без переписи знаю потому что у тебя там вейкопластыри потому что у тебя там вейкопластыри большое помещение по сравнению с тем у нас в гости пришла Вера Ильинична Пруидзе у нее школа тоже у нас в Сочи находится Вера Ильинична сколько времени назад в гости к нам заходила не знаю зачем правда но вот проходила степ один и степ два 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 буквально 50 лет я сейчас с того века сюда попала люблю профессию, люблю людей, люблю работать без остановки. Работать хочу, денег не надо. Вот красивой бородой живой. Ехала и думала, что бороды, если их обработать, конечно, потому что они красивые, но те, которые не обрабатывают, ловёши такие нехорошие. Анюта, больше позитива и решимости. Любим и гордимся тобой. Марина Рудяк пишет. Здравствуйте. Лейла, вы в Актау где работаете? Аймгуль Серегбаевна пишет. Знаешь такую? Где в Актау вы работаете? Трк Актау в салон Зефир. А вот пишет нам Марилу Марсо. Да, видно, как меняются ребята прямо на глазах. Такие все молодцы. Меня уже радует Женя. Женя молодец, новая эмоция, она прям стала понимать суть и кайфует от этого. Ужас, ужас, сколько премудрости в парикмахерском искусстве. Ого. И как все это запомнить и охватить, а потом не забыть. Ребята, какие вы молодцы, Ната Камча пишет. Анюта, ты умничка. Только прекращай волноваться. Надо не торопиться, не волноваться, не волноваться и улыбаться. Рада, что Рупият в порядке. Всем здоровья и настроения, вы молодцы. Рупият как самочувствие. Отлично, спасибо. А нам давал 30 минут на это задание. Это, видимо, на построение базы. Я на трансформаторе давал на степах 30 минут. Лейла, привет. Так держать, молодцы все. Здорово, много интересного. Это пишет Валентина Жумабаева. Знаешь ли ее, да? Это моя. Это моя. Подружка. Привет, Юлюшка. Не знаю, кому это написала. Айчан Самуржа Жекова. Это тоже Лейла, походу. Нет. Да. Мы любим вас, твои племяши. Привет из Рудного. Привет, Рудный. Она раз с днем рождения. Ну, собственно, самые основные такие комментарии мы прочитали. Позитивная серия, хотя в начале я впервые услышал о такой строгий голос Юрия. Здравствуйте. Тут у нас приходит. Строгий голос Юрия, когда бумажечки рассматривал. Ребята, вы молодцы, удачи вам. Вы и ваша команда лучше. Рупият, Роман, типа, за вас болеет очень сильно. Это Елена Калютик. Ребята, пишите комментарии, болейте за участников проекта. Они реально тут просто в потухсе. И каждое приятное, особенно сегодня, да, когда у нас новая тема, третий степ, каждое новое приятное слово и новое лицо, которое появляется в комментариях, для них это особенно приятно. Поэтому болейте, будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Вот работа сейчас Антона. Первый раз он отсушил ее. Вот такой вот пиндос у нас получился. По-другому не назвать. Но какой есть. Я хочу сейчас всех показать ребят, ну, почти всех, чтобы просто потом показать разницу, собственно. Вот сегодня первый раз они сейчас это высушили. Мы сегодняшний день еще 2 часа посушим. Потом завтрашний день мы до обеда будем сушить. То есть, в конце концов, вы посмотрите, какие все-таки варианты они сделают. Вот Рупият. Вот. Вот такого вот. Барашка она закрутила. Вот. Вот Лейла. Ну, пока сейчас еще не персонализирована. Сейчас мы стрижем и все так это. Вот. Ну, вот такой вот. Диманюга. Хитрая. Ага, хитрая. Такая зажала, чтобы он весь вот это остыл. Да, а потом такая распустит. Вот так пумчь ананасиком. Ну, молодец. Все. Вот Женя. Ну, пока девчонку причесала. Вот. Ну, как бы, как есть. Такой объемчик ему здесь, ей здесь дала. Тут вот это вот. Вот так вот. Раз. Свисточек ей накрасить. Вот так вот. Реснички сюда. Прям. Наталья. Вот такая. В общем, Наталья. Алапец. Алапец у нее по бокам. Так. Так. Арслан хитрый у нас. Он даже решил не палиться. Он сказал, все, а я этот. Я не настрик. Это Марина у нас. Марина. Карина. Ее зовут Карина. Ганя Петрович. Да, я бы тоже потерялся. Точно, точно. А вот здесь вот так вот надо такой. У-у-у. Кто там? Ха-ха-ха. Роман. 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 Он нормально тут насадил так. Портянку. Портянку. Портянку накрутил. Сразу видно в армии служил. Ха-ха-ха. Не то, что это наконечник. Все. Вот у нас Роман. Тоже потом назад. Саша. И Саша. Тоже спортянкой. Видно там, да? Да. Сейчас у нас будет жара. А? Мой. Да. Давайте мой покажу. И мой. Это идеал. Да, прям. Да, идеал. Видно, да? Все. Можно ехать? Издалека. И вот, собственно, да. Издалека. Саша говорит, в принципе, одно и то же все везде. Ха-ха-ха. 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 Гряд ли самки отгрызают голову, да, самцу после спаривания? Нет? Да. Вроде. Красава. Вася. Я столько раз резался, я бегу от них. Боюсь. У меня жена берил снимает, часто спрячется. Нового у вас таких, да? Да. В случае, я что-то не прям часто знаю, но вижу иногда, редко бывает. Она прям снимает это белье, а они в склад какой-то, в подъяльнике, они прям туда внутрь залазят. Ничего себе. И балдеет. Ну, они драчуны, да, такие-то, берутся. Да, подрожди, подрожди. А-а-а. Страшно? Я лято. А-а-а. А-а-а. Ну, как следи, да, приемли. Ну, пойди сюда. Сейчас тоже у меня цапка. Я думаю, тут котенок кричит, а это будет. Вот прям только что поступило сообщение под роликом, который вчера вечером я выложил, то есть как был ремонт в этой академии, как все проходило. Ихом Замиров, извиняюсь, если неправильно прочитал, пишет сообщение, я хочу стать парикмахером, выгодно ли это? Прикольный такой вопрос, я на него ответил тебе вот прям только что, и ребятам сейчас задаю этот вопрос, мне интересно послушать их мнение, и прочитаю еще раз ответ, а ты послушай, что думают они, еще не прочитав то, что я ответил. Наталья отвечает на этот вопрос. Любишь трудиться, создавать что-то новое, тогда и отдача придет, обратная связь. А если ты не любишь трудиться, не любишь творить, рисовать, создавать, тогда тебе бессмысла нет, и выгода тебе не придет. Выгодно ли это? Ну, если посредством парикмахером быть, то затеряешься в среде парикмахера, но если парикмахер, то уже на самого лучшего, и тогда ну, тогда, если его интересуют деньги, то деньги будут, если ты стремишься к высокоплавному себе ставить. Ну, то есть по словам Марины, то есть я допустим по-другому перевожу, что да, это выгодно. Да, выгодно. Нужно заглянуть в душу к себе, покопаться, найти свои привилегии, предпочтения и отнестись к этому с любовью. И деньги будут. Как в любой профессии, если честно, по глупому вопросу. Как в любой профессии, в любой сфере, кому-то выгодно, кому-то не выгодно, но это все от человека зависит, как он себя поведет, каким цели станет. Ну, на самом деле, не совсем глупый вопрос, достаточно резонный вопрос. Просто есть у него, наверное, какая-то философическая нотка. Давайте в этом. Ну, я думаю, выгодно. Если... Даже если будет кризис, будут едой носить. Да, даже если будет плохо, там, на стороне, где-то всегда выгодно. Главное – здоровье. Я говорю, даже если будет кризис, едой будут носить люди за стрижку. Да, конечно, выгодно. Но чтобы получить выгоду с той, с любой, с любой, с работой, нужно сначала вложиться. Надо стремиться к совершенству. Не быть, вот, рядовым парикмахером, а идти дальше, расти, работать над собой, расти. И я думаю, ну, выгодно, конечно, да. Антон, профессия парикмахера всегда была в этом. И постоянно растишь, растишь в себя и делаешь себя каким-то стилистом, там, ульеером. А когда происходит какой-то кризис в нашей стране, наши уважаемые клиенты приходят, вместо денирового этого агента там что-то нефигно бросают. Ага. Саша. Как вам? Финансовая составляющая, конечно, важна, но это, ну, не поголовевало. Да. То есть, если перефразировать вопрос, человек приходит и говорит, ребят, если я вручусь, когда я буду работать 50 тысяч, 100 тысяч в месяц, тогда ему делать нечего. Ага. Ну и, соответственно, если человек пришел в эту профессию, он должен развиваться и не стоять на месте. То есть, постоянно двигаться, двигаться, двигаться. Если ты встал, все это деградируешь. Ага. Если ты развиваешься, ты будешь успешен и, соответственно, и будешь, соответственно, финансово успешен. Арслан. Арслан. Я думаю, что в любом случае выгодно. На сегодняшний день у нас государство такое. У нас такое государство, что она своих граждан не кормит, я так считаю. В должном образе. И, в общем, выгодно. Я считаю, что в любой момент ты сам на себя надеешься и сам своими руками зарабатываешь. Это самый ценный труд. Я вот анализировала тоже у людей разные профессии. Кто добился успеха? Это те люди, которые были фанатами своей профессии. Те, кто с головой окунался. И тогда, если человек любит свою профессию, да, любит людей, в любом случае успех под бум придет и деньги придет. Ага. Роман. Я тоже думаю, что это выгодно. Но только надо все взвесить, проанализировать. Все надо достигать. Вот. Вот. Проанализировать все надо сначала, что тоже профессия не мед. И познание, как бы, ну, без познаний и знаний в этой профессии делать нечего, конечно. Надо учиться. Учиться и еще раз учиться. Ну и теперь резюме такое. Я прочитаю свой ответ еще раз здесь в эфире. Если кто-то не видел этот комментарий, мой ответ. Я никогда не рекомендую смотреть на любое дело с точки зрения выгодности. Мое мнение, что главное заниматься любимым делом. Либо тем, что приносит удовольствие внутреннее и удовлетворение. Это главное. Тогда будет и успех, и счастье, и финансовое благополучие. То есть мне приятно то, что большая часть ребят сказали именно то, что это не просто выгодно, это перспективно, но самое основное это то, что заниматься этим нужно только с любовью. Все наши желания о том, что постоянно мы должны учиться, развиваться и так далее, это невозможно сделать из-под палки просто потому, что нужно, блин, и все об этом говорят. То есть это просто внутренняя составляющая. Это любовь к профессии, это желание постоянно развиваться, постоянно жить, становиться лучше, мощнее, совершеннее и так далее. То есть это все именно любовь к профессии, любовь к любимому делу. Поэтому, если вы хотите определиться с какой-то профессией, неважно, это парикмахер или еще что-то, не смотрите с точки зрения выгодности, смотрите с точки зрения удовлетворения. Если вы получаете внутреннее удовлетворение от того, что занимаетесь, вы уже будете лучше, чем кто-то, потому что вы этим занимаетесь 24 часа в сутки, вы не работаете утром, вставая в 9 часов или в 6 часов, а ложась в 10, вы 24 часа в сутки работаете по пониманию других людей. На самом деле это не работает, это называется жизнь. Поэтому не идите в профессию с точки зрения рентабельности, финансовой, идите только с точки зрения внутреннего составляющего. То есть чувствуете, что это ваше, чувствуете, что вам это интересно, чувствуете, что вы готовы 24 часа в сутки думать об этом. Идите в профессию и совершенствуйтесь. Ребята, еще не закончена у нас укладка, еще у нас конкурс, сейчас они застригут все это дело, да уложат, и потом будет у нас конкурс. Но, тем не менее, уже сейчас хочу показать вам разницу между тем, что было вчера и между тем, что уже сейчас есть. Пойдем посмотрим. Покам, ну давайте, Саша, раздвиньте. Опа. Вот, Саша. Вчерашнюю работу мы можем как-то запараллелить, показать все, вот вчера они отсушили, когда я показывал, еще сейчас. Хотя это еще не конечный результат, они сейчас все будут доделываться. Антон. То же самое, пока еще не доделано, они сегодня еще поработают, сейчас вот эта работа доведут ее до конца. И факт в том, что уже на что-то похоже. Выпият. Чуть-чуть надо вот это вот и проставить, там лежит прям, и отправляет. Но, тем не менее, уже прикорневая зона стоит, уже направление уже дала. Мне самому любопытно посмотреть, что вчера было, когда я так снимал, а что сегодня будет. Реально интересно. прям реально опять вчерашнюю, сегодняшнюю. Посмотреть. Работа, представляю, не готова еще пока. То есть они доделывают, зарабатывают. Но уже на что-то похоже. Аня. Легче сразу работать, да, когда Аня уже подстрижена? Только я вам с уверенностью могу сказать, что если бы их подстригли сразу так, то вы бы не почувствовали эту разницу. Наталья. То же самое. Женя пока еще работает, еще сушит. Карина. Тоже еще пока сушит. Карина лучше отсушивала уже. Запарола. А? Тоже как? Вот прям отвечаю. Я буду ждать этого выпуска, чтобы посмотреть разницу между вчерашней и сегодняшней работой. Молодец. Идем куда-куда надо. Вперед. Хочется идти дальше. Но не можется. Они так на меня сейчас все посмотрели Таким взглядом, как будто Да-да-да, дальше Беда Работать Пока не дадите результата, ни хрена не пойдем дальше Смотри, макушка у тебя плоская Зеркало поверни, макушка плоская А вы спрашиваете, почему Один раз в год семинар Нервов не хватит Два раза в год такой семинар проводить О, Антон прям так руки в боки поставил Как будто я ему сейчас это говорю Значит, он мне нервы мотает, реально Сейчас они его все-таки добьют Они доделают И мы будем делать конкурс Оценим, работаете А завтра Мы будем делать новую стрижку Тоже с текстурой Но Уверен, что Она даться им гораздо легче, чем эта Потому что это новая техника Они изучают Они сейчас получают результат И завтра, я думаю, что это будет все гораздо легче И все равно Я Чуть-чуть доволен Двину, дубро и тару Я реально прям доволен Прям реально доволен Я сейчас Мы сейчас сидели там В нашей переговорке Общались И честно говоря, меня прям Я думал, блин, да что за хрень Целый день И никакого результата Никакого это Я вышел сюда И я реально не ожидал вообще Самое главное Что Когда Каждый стоял на своем месте Смотришь на нее И думаешь Блин, ну вроде Ничего так Но в сравнении Сразу видно Более лучше Более сильное Короче, меня эмоции Переполняют Мне кажется День не зря прошел Хотя я сегодня Ни хера не работал Пинаешь их Пинаешь Только Думаешь Такой Сейчас Они должны Поработать Без меня Они должны Не чувствовать Мое напряжение Мой контроль Должны Расслабиться Чуть-чуть Чтобы все Пошло легче Уходишь в комнату Выходишь Сидят Они чай пьют Значит Смотрите Первое место У нас Все Видимо Сграились Все Показали Там Это Первое место 104 балла Лейла Чингачбук От Лейла Но с квадратным Затылком Такой вот Скорпион Ну Окей Дальше Получается Второе место 87 баллов Киселева Дрители Кстати Тоже Выпишите Ребята Кому Какая работа Нравится Единственное Что Аня Сделала На мой взгляд Не совсем Красиво Это Очень сильно Отошла Нижнезатылочная Зона И из-за этого Он Как будто бы Заваленная Макушка Смотрится Вот Это единственное Если говорить С лица Мне с лица Очень нравится Очень сбалансировано То есть Вот Говорят С ракурса С лица На мой взгляд Это первое место Очень классный Баланс Третье место 79 баллов Карина Вербицкая Пыхтело Пыхтело И выпыхтело Ребята Смотрящие Те Кто Смотрят Нас Сейчас Обязательно Хочу Обратиться Вы можете Сейчас Смотреть И говорить О том Что Это Неносибельно Там Сейчас Вот у нас Вчера Было такое Интересное Это То Что Это Не Носят Там Не Спрашивают И так Далее Я говорю Всегда О том Что Во-первых Предложение Рождает Спрос Это Самое Важное То Что Мы Предлагаем И оно Начинает Пользоваться Спросом Но Самое Самое Важное То Что Здесь На курсе Ребята Тренируются И Эти Работы Это Не Конкретный Рецепт Стрижки Это Техника Которую Они Отрабатывают На Которую Они Тренируются То И В Конечном Итоге Получают Какую-то Стрижку Из Этой Техники Они Могут Делать Абсолютно Разные Работы Абсолютно Разные Балансы Поэтому Это Чисто Тренировочный Процесс Дальше Получается Четвертое Место 71 Балл Рупия У меня Сейчас Будет Последним Нашим Местам Пара Вопросов Чингадьгук Это Рупия И Получается Смотрите У меня Кэтель Больше Всего К этим Сейчас Будет Был Вопрос И Получается Следующая Работа У нас 29 Баллов Разницу Послушайте Семьдесят Четыре Балла Семьдесят Один Балл У нас Четвертое Место И 29 Баллов Следующее Пятое Место Это Свадьбина Наталья Вот Работа Вот Работа И Как бы Относительно Этих Двух Работ У меня Реально Возник Вопрос Неужели Вы Реально Эту Работу Считаете Более Техничной Чем Вот Эта Просто Подойти Посмотреть Может Быть Она В скрине Где-то Смотрится Относительно Формы Не такая Круглая Как Здесь Допустим Посмотрите На нее Вот так Смотрите На нее Вот так Что это Такое Радус 90 Упало Упало Когда Оценивали Стояло Стояло Да А я Когда Мне сдавали Смотрел Оно Лежало Да Видите Вот Лежало Оно Да Такая Вот На мой Гайя Наталья Сделала Именно Работу Прикорневую Сделала Как-то Более Серьезно Что-ли Более Качественнее Потому что Если Посмотреть Корень У нее Корень Весь Проставлен Сейчас У нас Ребята За 15 Минут Будут Делать Эту Укладку Посмотрим Уложится Не уложится И что Будет Через 15 Минут В общем 10 45 В 1 С 0 Ребята Заканчивают Начинают Они Сушить Уже Старт Они Даже Не надо Объявлять Уже Все Поехали Продолжение следует Вообще Я вам хочу сказать Что вчера Укладывали Целый день И получилось У вас Это Не И получилось У вас Я хочу сказать Не так Сейчас Не хуже Чем вчера За 15 Минут Я могу Однозначно Сказать Ребята Что Вчерашний день У нас Точно Вообще Не зря Прошел Вы посмотрите Кто Кто из вас Ребят Причесал Вот так Вот Вчера С утра За 15 Минут Прикольно Посмотрите Как отекительно Вообще А кто Вот это Почесал Вот это Вот это Вот это Вот это Женя Наверное Нет Женя Вот это Это вы Стиль Вчерашний Такой Ток В розет А вот Это кто Карина Ребят Все равно 15 минут Сегодняшний конкурс На самом деле Очень круто Все зашло Мне Мне Понравилась Очень сильно Эмоция Ребят Эмоция Не просто Знаете Они Услышав Время 15 минут Когда объявили Старт Это был Реально Запал Это был Реально Конкурс Настоящий Когда Каждый Из них Хотел Успеть Во время И сделать Круто Когда я Ходил И смотрел У меня Реально Мурашки По коже Бежали От того Что Каждый Из ребят Работает Четко В технологическом Процессе То есть Ни один Ни один Я повторяю Из них Не смотрелся Суетливо Они Работали Достаточно Быстро И работали В четком Технологическом Процессе Кто-то Работал Чуть Быстрее Кто-то Работал Чуть Медленнее Но Весь Технологический Процесс Соблюдался И это Круто Это Здорово Это Говорит О том Что мы Движемся Как раз К нужной Цели К тому Чтобы Каждый Из вас Из клиентов Либо Из коллег Парикмахеров Глядя Глядя На то Как работает Ханкрафт Мастер Не увидел Какой-то Разницы В действии То есть Осознанное Действие Профессиональное Действие Это Классно Сейчас у нас Вторая работа Третьего степа Вот это Техническое задание Ребят Опять же Напоминаю Что Это Не прям Носибельная Работа Это Не работа Которую Они будут Делать На улицу Это Отработка Технического Навыка Работа С инструментом Работа С унировкой Работа Прикорневой Зоны Работа С формой То есть Это Все Все В одной Куче Даст Результат И Уже Могу Сказать И отметить Однозначно Что Ребятам Гораздо Легче Сушить Эту Легче Были Легче Работа Да Вообще Мы раз Пошли Опыт Получили Теперь Знаем Что От этого Не знали Секрет Ну Скажи Легче Чем Прошло Работа Сдается Сдается Да Чуть Легче Полегче Да Понимание Спирекс Уже Для того Чтобы Развить Свои Навыки Технику Работа Френом Работа Брашингом Счеткой Азби Брашингом Это Техническая Работа На технику Работаем Так Получается С Переменным Успехом Но Полегче В этот раз Конечно Полегче Да Полегче Уже Понимаешь Что делать Спокойно Как Легче Полегче Да Это Вторая Слишком У нас Модная Первая Длинная Длинные Волосы Прям Намучились Полтора Суток Мучились Зато Сейчас Весь Минут Готова Молодец Да Трэсморт За 15 Минут Делаем Завтра На Сократной А Идея Трэсморт 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 Продолжение следует...